Сегодня у нас есть счастливая возможность поговорить с удивительным человеком, ученым-секретарем Волгоградского отделения Русского географического общества, кандидатом географических наук, доцентом, кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии, и методики преподавания географии, не побоимся этого слова, сочетания, Волгоградского социально-педагогического университета. Волгоградского государственного социально-педагогического университета. И вот человек, который объединяет все эти качества, эпитеты и названия, это Сергей Николаевич Монников. Сергей Николаевич, а вообще краевед – это профессия? Ну, вопрос, как говорится, не на засыпку, вопрос этот ожидаем. Вот в свое время, когда я готовился получить звание доцента, я получил должность доцента, холодный, так называемый доцент, есть холодный доцент, холодный профессор, а есть настоящий доцент, настоящий профессор, который получает звание, научное звание за совокупность работ. За совокупность работ. И вот тут получилась такая дилемма. Работая уже на протяжении, с конца декабря 1990 года, на кафедре тогда еще физической географии, потом она стала географией геоэкологии, и спустя какое-то время, объединив все географии и физическую, и экономическую, вот стало вот такое. Такое у нас название, слово физическое, экономическое исчезло, просто география, она и, в принципе, нормально. Такое было не раз в истории нашей кафедры. То одно название, то другое, то укрупнялись, то разделялись в зависимости от, как говорится, и социально-экономического состояния нашего отечества и других причин. Но не суть. И получилась такая, не то что парадокс, а такая вот проблема. Работая на кафедре, я не мог получить звание доцента по своей кафедре. Да что вы! Да. Это почему уже такое могло произойти? А вот как раз кроется все в слове краевед. Да. Потому что, как бы, за кафедрой была у нас география и геоэкология, ну и методики преподавания, тогда еще не было, это 2007, по-моему, год, 2007, пардон, 2013, все, в 2013 году я получил, да, вот это звание доцента, но не по нашей кафедре, а по кафедре географии, краеведения и Казанского университета. А, вот это было, вот, краеведение, это был существенный момент. Существенный момент, потому как в названии нашей кафедры нет слова краеведения, хотя оно могло бы, в принципе, быть. Почему нет, да. Ну, не то, что многие, а некоторые университеты, пединституты имеют кафедры географии, там, физической географии и краеведения. У нас даже и истории есть, и краеведения, вот, в нашем университете. А вот, как-то не то, что не прижилось, а как-то вот непонятно. Вот, стоит ли уже сокрушаться, что в школах пропал такой предмет краеведения? Ну, он пропал не только в школах, в школах-то особо там он и не всплывал, краеведение, когда я работал, его по мини не было, хотя краеведческий кружок я вел первоначально бесплатно, потом появилась 30 рублей добавка к зарплате, я уже за денежки вел кружок, хотя мог его и бесплатно. Только как дополнительное образование. Да, как дополнительное, ну, тогда тоже дополнительного образования, понятия такого не было в наше время, дополнительное образование. Вот, и поэтому пришлось искать, потому как многие публикации у меня как раз и краеведческого характера, как и, собственно говоря, кандидатская диссертация была основана на краеведческом материале, это история исследования природы нашего региона, это географические, геологические исследования нашего региона, есть там его биогеографические то есть на стыке наук вот и нет ну ученый наш совет который курирует эту тему они самое интересное сами подняли что столько лет работу работаю в седьмом году 2007 году получил кандидата и тут задержался доцент никак не 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 идет мне кажется как карта в руки парадокс парад парадокс пара бы как бы и фильм уже был но фильм к этому отношению не имеет тому как бы научной публикации это популяризация краеведческие знания но научная работа и к сожалению фильмы как-то не включая включая не включает выступление на телевидении не радио передачи тоже самое туда не идут а вот только научной публикации оказалось так что у меня по кандидатской диссертации ряд публикации касался ученых которые исследовали наш регион из казанского университета поглядели есть такая кафедра там со словом краеведение и подготовили документы туда подали или подали вот и все как говорится в 2013 году все пришло вот уже 11 лет ношу вот это название удивить это казалось бы абсолютно очевидно то что это как раз то что нужно сейчас и молодому поколению наверное не только молодому поколению без краеведения нельзя в общем-то говорить о патриотизм в общем-то и воспитание это понятно я просто сейчас как не теме так школьный что в школе который работал это две очень большие разницы когда работал 81 84 три года сельской школе когда отрабатывал свой диплом учителя географии биологии потом 7 лет еще в городской школе 96 школа где как раз собственно говоря и было такое одно из моих становлений на краеведческой вот эту тропу вот когда в сельской школе работа еще как бы не занимался распределение когда все распределение александровский грабин тогда еще он не был таким раскрученным и известным александровский грабин вот я знал об этом памятник я знал но еще не был памяти на природу но знал что это интересный объект сам там еще не был ни на полевой практике не довелось туда поехать вот потом когда уже работа в суватской и и студентов принимал приезжали к нам студенты на полевую практику когда работал школе а потом уже когда я отработал в школе работал уже городской школе и школьников привез с кривичным кружком а когда попал уже сюда по приглашению завкафедры иктора андреевича брылева царство ему небесное и спасибо что он меня пригласил вот хотя у нас были как-то и трения в отношениях и научном плане в том числе но не будем это ворошить отдать ему отдадим ему должное все-таки он многое сделал для кафедры но тем не менее на протяжении уже двадцати с лишним лет двадцати пяти лет и время от времени я посещаю со студентами вот это уже александрский грабин как в ранге памятника природы и как интересного геологического объекта уникального геологического объекта ну а краевед далеко ходить не надо свое время был предмет у нас краеведение и благодаря кстати тому что написал методичку по полевой практике по краеведению и туризму был у нас такая практика несколько лет просто успел вот она как раз вошла тот самый мой пакет документов которые подавали в казанский университет вот и существенный просто методическая тоже часть была нужна не только научная но и методическая то есть это все сыграло на руку потом опять же парадокс эту практику просто изъяли из оборота сначала взяли ее у заочников у очников ее совсем а потом оставили почему-то у заочников непонятно для чего потому как заочники никуда собственно говоря не выезжает географического да ну нашу естественно географического факультета географов биологов была полевая практика в течение где-то трех-пяти лет она была вот я ее проводил по краеведению и туризму это как раз тоже как раз она ее и лет десять назад ты наверное и почти изъяли десять девять назад ну не суть важна главное то что ее изъяли непонятно почему у заочников оставили вот потом и у них убрали эту полевую практику но у очников изъяли недавно еще был предмет краеведения но у заочников опять оставили но судя по всему раз такая тенденция то и следует ожидать что у заочников ее не будет предмета краеведения но я составил свой цикл лекций хотя есть как бы и опыт других предметов но как бы я уже этим делом и занимался и как бы передавал студенту свой опыт краеведческой работы в школе и вот в своей первой лекции понять о краеведении вот как раз и начинаю сюда лекцию с определением кто такой краевед и с чем его едят потому как ни один вуз нашей страны и за рубежом тем более не выпускает дипломированного специалиста у которого в диплом было написано краевед потому что такой предпрофессии как бы не существует природи есть географ да есть географ есть историк есть но опять же говорю если представить географка и нет историк крылья филом крылья то здесь все как бы становится нас на свои места сам как все равно подразумевается что учитель но так я считаю работая в школе должен обладать как бы определенной культурой обязан я считаю но судя по всему обязан только себя я сам как сколько уже встречали учителей поколение не одно поколение студентов которые которых учили и краеведение вел с 90-х годов она много лет было краеведения практики не было тогда полевой наше время была практика на третьем она была ландшафтная и краеведение вот написано у нас краеведение был предмет тоже краеведение вот один семестр и потихонечку но сошло на нет хотя патриотизм мы только из утюга не звучит за краеведение так и не было ну понятно что на краеведение учат и им понятно не не рождаются но тем не менее вот долгое время я считал что это такое особое состояние души вот ну почему-то потом спустя какое-то время подумал почему я обижаю людей других профессий это тот же извиняюсь и дворник и токарь и слесарь он может быть тоже на такое состояние души по что работаю все время на заводе для того как я поступил вуз первый год я не поступил вот работал на заводе слесарем механосборочных работ я видел как вот это люди которые как прозвенел звонок люди пошли взяли у нас бывает секрет пол секретный завод чтобы такой сейчас он уже не секретный взяли свои пропуска пропускной и мандрики домой они остаются там что-то особенно фрезеровщики токаря вот они что-то там кумеку там как там фрезу поставить как там чё просверлить слесаря таким вот механосборочных рудя вот так такими не мой на наставник такими сразу и на мой счастливые люди счастливые люди а эти вот и я жил в доме в подъезде ниже меня трем этажом два фрезеровщика царствами небесным дядя толь и дядя ваня вот они вот оставались и еще что-то кумек или потом только шли домой то есть вот это это же состояние души но если у людей любой профессии но кревет это наверное тем не менее все равно особое состояние души если наверно фрезеровщику я не знаю душу не залезешь он пришел домой и успокоился на этом а кревет он круглые 24 часа как написано в магазине о чем-то думать о чем-то думать о своем о вечном да ну поэтому наверное вот так привлекаете такое количество людей и студентов такте который подписывается друзей меня в контакте уже за 2000 пошло время я ограничил там сначала сотня потом побольше сейчас тысяча сейчас две тысячи но не стал ограничивать контакт социальной сети она тоже интересная казалось бы мы там вроде бы контактируем но тем не менее тоже как-то одиноки своих 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 родителей на поскольку канал не развлекательные а 2004 аудитории такой приличной большой школы считается но я всегда подшучиваю над товарищами там иногда такие мемы ставлю там чтобы те кто не ставит там это ставит только лайки и так далее всех чтоб считали что такая программа была те кто зашел на не поставил лайк но чтобы его почти но не в этом дело потому что даже там люди не не говорят они вот ограничиваются этими лайками или сердечки ставили или поплакали если там информация такого характера слотом не то что я и не прошутся слов собственно говоря но тем не менее очень отзываются вот отзывов очень мало так сказать ну я не сетую в принципе я не сетую да и там не сожалению нормальный после как плюнуть закрыть уйти закрыть свой аккаунт снести его вот но не могу нет конечно не могу потому как привет это еще носитель просветитель вот этого того материала который ты себе несешь как бы хочется донести его до других насколько там он войдет в душу это уже конечно не то что это не моя проблема том числе считаю это и моя проблема но до всех не достучишься определенный визионер ваши визионерские качества они просто накладывают на вас определенную миссию и ваши книги ваш канал и книги они всегда имеют свою аудиторию нет это аккаунт ну вы понимаете по количеству подписчиков можно уже сказать и канал хотя он и закрытый это вообще уникально ну я всех не пускаю на то есть причины не буду здесь озвучивать вот они том числе и личного характера ну стараешься вот когда кто-то просится смотрю общие друзья начинают другие спрашивать а это кто нормальный это кто да я не знаю это кто должен тебя в друзьях да многие конечно и я не знаю новую значительную часть и я лично знаю виделся или как заочно знаю вот и такое сожалению бывает планета у нас то маленькая то большая у вас вот тут ваши книги ну и ты еще дали где-то недалеко как хотелось принести антураж какой-то сделать да чтобы принести вот это всех столов не хватит все столов не хватит но все-таки это из последних не совсем ну да это последние да это как бы книга отчет о моей работе кроевической школе мои походы со школьниками воспоминания участников моих этих походов моих вот вышла она в 2012 году к сорокалетию сорокалетию моего как самого известного кружковцы и жениченко дальнейшему стал евгений петрович и личинка мэром нашего города тоже с интересной такой неординарной судьбой вот сорокалетию просто так смотрел 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 да он был у меня три года моем кружке ходил кружки ну он фактически сразу как приехал из омска сюда волгоград он приехал сюда в шестом классе он здесь не родился родился в омске и сразу же как-то попал ко мне в кружок первый год он был и третий год походе второй год он пропустил то того что отец у него из милиции из милицейских так вот тоже люблю путешествовать и вот как совпало что он не попал они там если севера и дальний востоке на байдарках на лодках путешествовали с рюкзаком как из нее в вагоне поезда то есть такие же путешественника так конечно вот и идея возникла написать книгу он уже это время не был мэром да уже мэром то он перестал быть при определенных обстоятельствах но тем не менее деньги на выпуск этой книги дал вот и нашел я кружковцев которые написали воспоминания о кружке получилась добротная такая книга вот такой вот там повесть на самом деле там есть повесть одна и много очерков и воспоминаний то есть тоже имеет определенных интерес исторический может очень методические какой-то степени потому как сколько себя помню вот и когда я работал в дзержинском районе 96 школе этот кружок у меня был семь лет вот такого кружка честно говоря я не помню и тогда не было и сейчас такого нет том что если он был и наверняка об этом знал при наших то средствах массовой информации никак ни у кого по-настоящему нога на кропу краеведа не ступит до тому как дело это неблагодарное расходное нервы недосыпы потому как сплю я очень грубо говоря только выходные дни позволяю себе расслабиться а так с понедельника по пятницу беспрерывная работа мозга да вот и снится мне не робот космодрома ну хорошо что вы вот очерки у вас уже в трех да вот это книга вот это во имя российской науки вот она родилась как бы цене слова не зря не подойдет низ подскажите великий могучий русский язык у нас не просто так она просто время да не случайно когда учился в институте царь с небесным был у нас преподаватель петров сергей венч который очень рано ушел 42 года вот как высоцкий как вот джо да сэм если так можно сравнить сгорел на работе человек как исходящий энциклопедия как бы сказал мульти преподаватель если так можно сказать играл на всех практических инструментах да что вы говорите и фактически нет он не музыкант или мульти преподаватель он играл на всех инструментах наших нашего факультета фактически он мог я так думаю заменить нас всех вот такой настоящий потом он да когда он начинал он учиться здесь а потом его и переманили так я понял пригласили в герциновский в ленинград герциновский институт там он закончил и там он как говорится сюда уже приехал куда-откуда начинал сам он из волжского родом из волжского как могу соврать по-моему даже не слов что скорее всего с астрахани то ли мать его с астрахани то ли он в астрахани родился сюда приехали они уже волжский сейчас не в этом суть а в том что когда работой работал я еще в школе 96 у него один студент написал дипломную работу по как раз исследователям нашего региона нашим землякам вот ну а сергей петров как бы и только как за мульти был преподаватель но и как бы знал что вокруг него творится то есть не зашоренный тем не менее вот был то есть не так вот что он утонул там во всем широкого такого спина интернета не было он все знал вот и знал что я этим занимаюсь и уже мне были маленькие газетные публикации на эту тему в газетах вечерний вангоград как раз 403 готовили вот и он посылал тот студент калка мне на консультацию о чем он есть собственно говоря и написал человек говорит я сейчас принесу дипломную работу петров и тренин ч до руководительного научного было тоже петров кирилл михалыч это сын известного пустыне веда петрова михал михалыча отец был доктор наук и кирилл михалыч тоже доктор возможно еще кирилл михалыч даже жив вот я все время отслеживаю своих персонажей они меня фигурируют в книгах и петров сергей венчат не в этой в следующей книге очередной будет вот его дипломная работа географы и исследователи уроженцы нашего края это студенты до руководителя фаскин константин иванов с арстом у небесно сергей венчаток был ассистент от восемьдесят девятый год четырехсотлетию как раз работу просто диплом это дипломная работа это дипломная да вот но она здесь вот фотографиями тут полторы сотни страниц фактически как объема кандидата объем кандидатской да вот и вот когда он умер вот я принимал участие в этой церемонии как это похороны нес его гроб среди меньше места с агарковым же не нанесли когда аспирантом вектора андреевича брылева вот они уже кандидатом уже был кандидатом был уже агарков вот мы вот несли их захоронили вот а когда прошло какое-то время его матушка привезла часть его библиотеки сюда но передам а часть библиотеки сюда к нам пединститут лабораторию экологическую ну я совершил такой акт кражи сразу нашел эту работу потому что она могла просто потеряться затеряться и оставим себе во мне есть упоминание предисловие видение на инстаграме дезиннициал почему-то это уже вот вот ну и восемьдесят девятый год девяностом году в конце уже ветер андреевич меня сюда пригласил понятно вот я пришел сюда работать не ради карьеры ради интереса ну как говорится с кем поведешься того и наберешься тем не менее виктор андреевича 17 лет как и сам как он как моисея вадим по пустыне здесь его ну 17 лет и 17 лет и защитил столько как пришел всем ассистент 2007 году я получил старшего преподавателя вот и через только через десять лет я защитился ну тут это отдельная история сейчас не будем наверное да давайте о планах работ на будущее вот потом в итоге да это потом стал как бы таким кирпичом за который был заложен фундамент будущий уже диссертации я еще не думал но тем не менее наверное подспорно об этом думалось и вот мой кирпич а это ваш кирпич кандидатский 200 с лишним страниц 230 страниц да волгодонского по речи понятно я не повторял это не прокатило бы там хотя там свои свои были нюансы интересные как вы сами молча не рассказывать это как говорится с пометками прямо как ну да и публиковалась этой в нескольких экземплярах печатал я все переплетал чтобы отдавать членом совета для знакомства диссертации на защите я был один вот два черных шара мне выкатили и сколько там не помню десятка полтора ну так сказать положено а чтобы не не больно зарывался да нет как говорят не и не есть хорошо когда все шары красные то это не есть хорошо некоторые разу не ни одного черного шара не выкатили я проинтересовался в чем фишка это у нас геологию всегда когда географы защищаются они выкатывают пару шару пару шаров для разбавления что не все гладко шуму гладко не должно быть должно быть это уже подозрительно ну не подозрительно у каждого совета на свои свои заморочки какие планы на будущее у главного краеведа будущее но как раз каждодневно в планах закончить трилогию во имя российской науки пока из четырех сначала планировалось сделать три части в трех книгах а потом получилось что первая часть вышла в 2011 году посвященную экспедиции академическим второй половины восемнадцатого века и потом как-то застряла ну вот эта книга написалась и потом написалось там еще там что-то писалось не помню ну порядка 7 лет у меня книг сейчас вот в этом четвертое издание золотого озера я переработал существенно потому как получилось что ни одно наше краеведческое издание не выходило четыре раза вот так вышло четыре раза золотое озеро 2001 году выходила но два раза 2003 году третье издание 2019 году четвертое издание переработанное дополненное издание и вот только через четыре года вот это вот четыре года работал хотя и не сказать что примут я работал четыре года и до этого тоже работал что делаешь несколько параллель параллельно все эти дела идут одна книга то другая то статьи научные то еще что-то тут еще вот этот социальные сети и там надо успеть что-то показать просветить кого-то на путь истины наставить вот закончить вот она получилась значит первая часть 2 по моему 18 века вторая часть но и опущена 19 лет до того что там много переводных изданий французский немецкий английский вот и он застопорился я перешел не закончив то вторую часть перешел на часть 3 и тут тоже получилось много материала я ее поделил на первую и вторую книгу то есть первая книга это начало на рубеже 19 20 веков и до семнадцатого года до октябрьской революции и книга 2 это начался на ней работаю уже большая часть написано это как раз семнадцатого года до шестидесятых годов вот до великих строек последних строек коммунизма вот строительство волжской газ плотины в основном вот это фигурирует у меня объекты лесопомосы который сталинский план преобразования природы очень много большое место занимает вот как раз и памятник природы александровский грабин без след в них он очень существенно там тоже у меня показан в этих очерках во многих исследователей ну и книга рекордов у меня уже лет 30 пишется в городской области географических рекордов задумано было в 90-х годах еще когда я был в москве на первых своих командировках по диссертации вот увидел книгу рекордов гиннес и вот загорелась написать книгу природных да природных географических рекордов вот пока она вышла только у меня на примере ольховского района такой пробный шар 2015 году такая толстая приличная книжка почти 400 страниц вот там как раз один раздел посвящен это книга географических рекордов ольховского района они принципе экстраполируется и новоградскую область потому как мы живем в одном регионе там за некоторым исключением но рекорды еще не все записаны не все особенно как конечно касается климатические вот эти погодные рекорды и так далее вот и вот на на них там придется с ними поработать потому что они участвуют 2010 год как бы у нас были рекордные у нас рекорд один отняли у уильтона вот а сейчас вот надо все это ну когда сяду тогда все новые рекорды ну да климатические рекорды они есть будут всегда есть какая-то участок волгоградской области который еще вами детально не следует ну где-то детально слова детально сказать сюда не подойдет тому как когда мне было 60 лет юбилей попросил своего как говорится уже сейчас уже коллега учитель географии девятого лицея на семи ветрах слова песчанского попросила сделать такой как бы иконостас карта карта которая показывает каких районах я был и таких селах района районов я был вот где-то 4 5 районов пока еще я не был а есть еще да это старополтавский район новониколаевский район даже турюбинский район наши сказывают вот нехайский район это 4 5 еще район какой критинский район я не был то есть где моя нога как бы не ступала проездом я не считаю если я хотя бы на пять минут вышел постоял можно сказать уже что я здесь был в каком-то хуторе в каком-то районе но наиболее плотно конечно это при приволжские районы по правом берегу водохранилище нынешнего это дубовский камышинский район дубовский это на протяжении уже с восемьдесят первого года него лазит уже сорок третий год идет когда там поселиться уже пора хижина сделать злополучном пляже баунти это грязный пляж баунти он был когда я работал вот это было баунти чистейший песок просто чести не не окурка ничего там не было так те мусор чисто случайно может кто-то если бросил окурок с корабля там прибил она как-то он мог и не доплыть до берега песок там пляж вот особенно за углом если кто знает грабин до черного рынка так когда вода сбрасывалась там этот бег бег белым как как там сметана песок вода горячая там ну понятно суп яйца не свалишь но вода горячая там мелководье же чистейший был сейчас заверить загрязнили сожалению темы сейчас будем поднимать она хорошо поднята в аккаунты в группе контакте александрской грабин если кому интересно можете там найти посмотреть почитать то что память не гробит это точно хотел спросить вы сейчас сергей николаевич работаете я слухи дошли вот книга фильм который не смог там но это сложно за за и горе да а вот 13 глав которых об этом расскажите фильм был в этом году садить 20 лет как он вышел на экране 6 августа будет 20 лет как он вышел на экране планировалось сериал из 13 серий но так случилось что узнает тот знает почему так случилось вот не будем эту тему сейчас будет муссировать но тем не менее эта идея не фильм это в книге я ее постепенно реализую уже из 13 как бы глав этой книги 8 глав уже написанные были опубликованы в журнале здоровье экология вот они бумажном виде выходили в электронном виде то есть как бы основа есть то есть это тоже еще одна книга многолетняя такой как книга природных рекордов и вот эта книга терра инкогната земля волгоградская так ее назвал она тоже проекте проекте есть и на основе ольховской книги сделать такую же по дубовскому району вот возможно даже не в одном а в двух томах ну как получится то есть аналогичную книгу по дубовскому району ольховский район это так сложилось обстоятельства что за проявлен ольховского района город же владимир петрович кстати он родом ты из дубовского района 28 лет на тот момент когда мы когда мы познакомились он уже меньше был козле 20 чем-то был завтра и ну а так когда мы сейчас по моему 28 это точно лет это столько не сидят как говорится на одном кресле для интервью брежнев у нас 18 лет был генсеком секретарем коммунистической партии советского союза вот я называю еще восемнадцать шестьдесят четвертого по восемьдесят второй я красу отскую работа он умер потом васильев сан саныч это бывший председатель советского и российского гидрометцентра уроженец села караваньки дубовского района доктор географический 18 лет был председателем до сих пор жив и и каждый год в октябре я ему звонил москву и поздравляю его с днем рождения так что это тоже такие вот ближайшие планы тут окне 5 где-то на вскидку так вот где-то у у меня в планах есть еще еще столько всего впереди конечно много времени просто мы живем немножко не в то время попал я девятнадцатом веке может быть больше написал на работу так не ходили другой уклад жизни был писали писали кстати даже советское время учить читал я сейчас недавно про владимира афанасьевича обручева просто удивительно книга у меня много лет лежала тут у меня много чего попадается под руку и время от времени так раз лежит лежит и как ружье которое висит на стене обязательно стрельнет вот хотел кому-то и ну тут из студентов иногда надежные руки стараюсь передать кому-то интересно так вот эти книги то что бывает двойные тройные вот дубликаты вот их раздаешь вот нет не жалко если в добрые руки они попадут и вот читаю удивительно оказывается он у нас тут был в царицами проездом когда путинка за ездил в экспедицию среднюю азию вот так вот ну прям буквально условно время может несколько часов или несколько минут через царицами проезжал от его книги об этом написаны вот там он когда стал академиком он понятно да академиком не не быть не в этом не вот он но распорядок дня он писал в сутки по 10 часов вот он как садился там перерыв на обед и писала писал у него тысячи страниц из-под его как-то пера не компьютера как раз компьютера можно больше настучать но тем не менее не успеваешь стучать что-то отвлекает повседневно это социальные сети вот эти злополучные грабин защищать надо так что посмотреть первый книг у меня вышел в 2001 году у меня было всего-навсего сколько-то 44 42 года как раз 42 как раз когда петров ушел вот как раз такой период вот только я подошел к этому рубежу и все-таки это вот тема за которым будущее хотя она вроде бы о прошлом до крае краеведение история края вот да иногда меня и коллеги и какие коллеги и коллеги и знакомые ругают и чего не пишешь мол ты пишешь о прошлом особенно о современном говорю вы пишите я вот то что на это учился мне это интересно этот коллеги не многогранно она и современная очередь день прошел как вчерашний день это тоже уже история уже тоже это тоже история но не сравнишь с историей когда вот 70 80 еще какие-то 90 годы когда берешь занятия груша студентам газету берете в этой газеты каждый день выходил это пульс жизни показывали региона страны ты мог узнать что в это время каждый день что произошло а сейчас газеты его как у этих юмористских шесть кадров бы вот стоим вы смотрите вот мы здесь уже 22 часа стоит ничего не происходит смотрите вот ничего не произошло ничего не произошло вот такая вот выходила несколько лет назад биологически географического так и не вышло вот и планировать старцы небесных трендеричные не успел это 90-е годы настали этот атмос был последний это 93-й год выпускали его в киеве это винницкая картографическая фабрика печатал выходил он в киеве вот где сейчас киев и тогда блоки и где сейчас киев вот планировалось именно учебное пособие типа родного края который выходил у нас первый и последний раз шестьдесят пятом году автор мальчунина владеет валентина логину за запметод кабинетом обману по-старому называю там география кажется на пальцах рассказан для четвертого класса то есть уже учебники географии для 7 8 были и вот параллельно вышел вот это атмоса не вышло атмос вышел к учебному пособию вот и для 7 8 класса 67 году вот его спустя много лет виктор андреевич пытался реанимировать это издание вот и с выпуском атмоса и как раз 90-е тут по моему настали и вот я видел только вот эти гранты как у нас это или диапозитивы где-то по моему то ли в хабаровске на дальнем востоке планировали это сделать а потом это дело заглохла вот а история в наше время тоже была же для начала для начальных классов история земля волгоградска по моему так она называлась колесниченко автор вот это было тоже но родной край в школе вот я тоже не помню и также как география городской области вот хоть убей хоть я помню свою первую учительницу географии пелесова не на александровна и всех своих учителей классных руководителей вернее классных руководителей всех помню и берега дина емельяновна это начальная класса учительница начальных классов вот откровения не помню чтобы это было когда я работал школе и в конце четверти вот можно было так или зенец размазать это всю тему по разделам там географическое положение ссср и графическое положение в области пройти так вот ну это дробление такое могу как прерывание цепочки вот это вот поэтому ее обычно в конце четвертой четверти там вот это вот ну что такое четвертой четверти школе сами знаете это все тем более нынешней школе до 4 особенно если пункт проведения экзаменов никакой не четверти никакой не четверти то с 4 вот я это вел добросовестно и работа и в суватской школе как раз и оттуда привез атмос волонградской области директора школы клима ивана пантелейна ушла в начале марта этого года царство небесное вот она мне подарила что атмосов там была тьма школе 35 человек а там их альбомы это альбомы по моим походам со школьниками то фото альбомы походы как мы ходили когда мы черно-белый еще это вот отчет нашего кружка для географического общества рукодельный до рукодельные тут все наши вот фотографии тут статьи газет надо бы все наши кстати все наши походы и эти самые как называют экскурсии мы все в газете публиковали это такая традиция стала я сейчас все наши полевые практики тоже публикую в журнале здоровье и экология попов вадик 5 б апрель вадим 1 1 1 такая маленькая мини-экспедиция по реке царицы было вот мы тут очистные сооружения смотрели вот он грабин а вот это восемьдесят пятый год поход первый здесь вот эти публикации встречи с динозаврами самый первый моя заметка ты что с палатками сейчас чтобы сделать поход с палатками нужно маршрут не все у меня нет маршруты все это есть и все документы мы готовили то есть мы писали письмо за фреону разрешение то есть это все проходили как все по ужин у нас туристическая книжица была дима про отмечали печати где были мы там на почте что мы здесь были все это отмечено все это у меня есть сейчас я все отсканировал в цифру перевел вот у меня можно горю у нас на странице у меня можно все найти эти все вещи они мне все отсканированы и обложки и содержание работать в школе и что кто-то сейчас не дают просто заниматься сейчас не дают заниматься этим честно говоря в школе не этим занимаются патриотическое воспитание другой крен имеет он тоже тот крен нужен конечно но такие крены исторические природные они тоже нужны не просто краеведение но говорю многогранные у нас сейчас в одну как бы ц грань я не против против